Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с налоговыми последствиями по НДФЛ при получении беспроцентных займов. Именно данному вопросу посвящены письма Минфина, реквизиты которых вы и видите. И в первом письме рассматривалась ситуация, когда член профсоюза получал беспроцентную суду. И, соответственно, возник вопрос, возникает ли у него материальная выгода в виде экономии на процентах, которая должна облагаться НДФЛ. Так вот, рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что беспроцентное судо и, соответственно, отсутствие процентов по соответствующим денежным средствам не может рассматриваться в качестве материальной помощи члена профсоюза. Почему это важно? Дело в том, что в статье 212 Налогового кодекса предусмотрено, что одним из видов материальной выгоды является выгода, возникшая на экономии на процентах, а в том случае, если такая экономия на процентах, она может рассматриваться в качестве материальной помощи. Так вот, Минфин указывает, что беспроцентное судо-профсоюза – это нематериальная помощь. И поэтому Минфин приходит к выводу о том, что соответствующее беспроцентное судо, точнее отсутствие процентов, не может рассматриваться в качестве материальной выгоды, которой должна облагаться НДФЛ. В следующих письмах Минфина рассматривалась ситуация, когда в кредитный договор вносились изменения, согласно которым по ним отменялись проценты. То есть, должник не должен был уплачивать проценты. И в данном случае Минфин приходит к однозначному выводу, что такая ситуация подпадает под статью 212 Налогового кодекса, а именно то, что у заемщиков возникает доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах. И, соответственно, эта материальная выгода должна облагаться НДФЛ. Таким образом, налогоплательщикам, которые сталкиваются со схожими ситуациями, необходимо принять во внимание данное разъяснение в целях правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.